Час назад войска Российской Федерации нанесли ракетный удар по жилому дому в Краматорске. На месте уже работает наш корреспондент Алена Грамова. Алена, приветствуем тебя в эфире телеканала Freedom. Расскажи, пожалуйста, что произошло и какие последствия. Да, здравствуйте, коллеги. Ну, утро в Краматорске началось, кто-то услышал глухой взрыв. Мы лично почувствовали, потому что находимся здесь, недалеко, в Краматорске, почувствовали вибрацию от ударной волны. Буквально через несколько мгновений уже появилась информация о том, что атаковали россияне жилой массив в городе. На данный момент мы находимся на месте. Это трехэтажный многоквартирный дом. Коллеги, есть пока официальная информация о трех пострадавших. Здесь на месте буквально только завершили свои работы спасатели, работники государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Они ликвидировали пожар, потому что пострадал, сильно разрушен один из подъездов этого многоквартирного дома. Коллеги, у нас была возможность общаться с местными жителями, которые находятся вблизи. Знаем о том, что пострадало около шести домов. Но это классика жанра. Люди остались в достаточно еще прохладное время года. Скажем так, у нас еще около трех-четырех градусов тепла на сегодняшний день. Без окон, с разбитыми балконами. И вот как они прокомментировали то, что происходило сегодня после 8.30 утра. Прошу послушать. Я ходила в это время, вообще сидела возле окна. Ну, нам повезло, наверное. Не, ну страшно, потому что осколки сразу посыпались, и сильный звук, и сильная волна. Ну, у нас окна повылетали. Слава Богу, у нас цветы, у меня большие горшки с цветами. И они придержали вот эту всю волну. Ну, у меня огромные, большие цветы. А так все повылетало. Ну, страшно, конечно. Думала, у меня это. Вы, случайно, не знаете людей, кто погиб? Мужчина. Я с того дома мало кого знаю, но поняла, что один человек умер, дым видела. Ходили же сразу, выбежали, посмотрели, что страшно. Коллеги, ну, спасательные работы продолжаются. Здесь на месте буквально уже готово исключение. Мы видели о том, как полицейские вывели из квартиры еще одну женщину. По всей вероятности была заблокирована квартира, заблокирована дверь. Однако, ну, удалось людям помочь. Мы продолжаем работать на месте событий, что касается вооружения, применяемого, нанося этот удар, скажем так, вновь по жилому району, в городе, в мирном городе. То пока, по предварительной информации, россияне использовали ракету С-300. Ждем официальной информации, пока предварительно три человека пострадали от этого ракетного удара. Коллеги, следим за ситуацией. Далее, студия вам слово. Спасибо, Алена, за то, что рассказала нам об очередных последствиях обстрела со стороны Российской Федерации и украинских городов. Был наш корреспондент Алена Грамова о ситуации в Донецкой области. В частности, говорила и о обстрелах города Краматорск. Продолжение следует...